Господь сказал Аврааму, благословляя тебя, благословлю и размножаю, размножу, и через тебя благословляются все племена земные. Не буду сейчас говорить про племена земные, не буду говорить про размножая тебя, размножу, что это значит. Позднее поговорим, сегодня тоже. Но слово говорит, благословляя тебя, благословлю, дважды повторяется благословлю. Так как я сказал, по-человечески слово благословлю, часто достаточно понять, зарплата пришла, здоровье не подкачало, жена улыбнулась, дети порадовали, и человек уже доволен, уже все хорошо, дома никто не поругался. Но в божественном плане, благословляя тебя, благословлю, это намного шире. Там и спасение, там и милость от Господа, там такой комплект, который нам оливать даже пофантазировая, мы не можем представить. Поэтому в Ефесянах написано, превосходящее разумение, любовь в Машех, мы можем познать, если Бог нам открывает, это что-то громадное. И вот эти ребята погибли, но они семьи Авраама, и они воевали не за Гондурас, а воевали за то, чтобы мы могли жить, и чтобы Эра Цесраэль существовала, и исполняла то призвание, которому Господь призвал Эра Цесраэль. И это план от Господа, поэтому давайте мы просто помолимся за милость над нашей армией, за мудрость для них. На них сейчас идет колоссальное давление, и политики их останавливают, когда у них адреналин поднялся, им сейчас руки останавливают, не надо. С другой стороны, семьи, они плачут, я вчера видел, как несколько матерей говорили, как мой сын. И мы смотрим, кто в фейсбуке получает фотографии этих ребят, все красавцы, и просто в шоке. Но давайте помолимся и поддержим. Знаете, одно место Писания говорит в Исаии, как чудесны ноги благовествующих Сион, утешающих Сион. По милости Господа, вот нам дано это благовестие, мы часто им не пользуемся, к сожалению. Должны, но не очень. Но хоть помолимся силой, которую Господь дал нам в имени Ишуа, Машеха, ради наших людей. Небесный Отец, мы призываем Твое имя, мы призываем Твою милость, мы призываем Тебя в ситуацию, которая сегодня с нашим народом. И с одной стороны, мы видим, что Ты уже благословил, и что там уже есть победа, и что уже добились многого. Но мы знаем, Господь, о той боли, которую сейчас многие испытывают, из-за того, что их близкие просто погибли. Мы просим, Господь, чтобы этим шаббатним утром Ты принес этим людям утешение от Святого Духа. И дал им почувствовать, что все, что случилось, это не зазря. Что их дети, подобно древним пророкам, отдали свои жизни, чтобы Ам-Исраэль Хай был, живой был. И чтобы спасение накрыло Израиль. И чтобы здесь живущие люди с верою, что мы здесь живем не зря, призвали и пригласили и приняли Ешуа, возвращающегося на облаках на землю, чтобы установить царство здесь, в Эр-Исраэль. Которое бы покрыло землю, как написано в Твоих священных писаниях. Поэтому мы просим, Господь, чтобы Твоя надежда и Твое одобре и ободрение превыше нашего понимания пришло особенно к тем семьям, которые потеряли своих близких. Мы просим, Господь, за то, чтобы Ты укрепил руки солдат. И чтобы Ты дал мужество и смелость, как когда-то Ты сказал Ешуа Беннуну. Будьте смелы и мужественны. И пускай слово это не отходит от глаз ваших, от уст ваших. И вы завоюете все то, что предназначил вам Господь. Мы призываем Тебя, Небесный Отец. Помоги, помоги, помоги. Мелых, Мелых, Исраэль, помоги. Помоги и помилуй. Мы просим Тебя. Мы также просим, Господь, чтобы Твой шалом был над нашим народом. Наши много людей сегодня в поездках, отсутствуют в лагерях, навещают родственников. Мы просим, Господь, шаломы для всех них. Мы просим, Господь, защиты для тех наших ребят, которые служат в армии. Мы просим, Господь, для них Твоего сверхъестественного покрытия. Чтобы Твои ангелы были с ними. Я прошу Тебя, Господь, за мальчишек, которые там близко к фронту или на фронте. Чтобы Ты покрыл их и защитил. За девчонок, которые охраняют рубежи. Чтобы Ты покрыл и защитил Господь. Башем Ешуа Машия. Мы просим крепости для всех верующих родителей, которых дети сейчас в армии. Мы знаем, что в Израиле много верующих служат в особых войсках. Мы просим, Господь, чтобы Ты поддержал их и поддержал родителей. И чтобы Твои чудеса и Твои ангелы, и Твоя охрана поспешивали. И ради этих верующих ребят, верующих в Ешуа, являй милость. Как когда-то Ты явил милость ради Ионы. Всем тем на корабле, и никто там не погиб. Как ради Павла Ты спас от смерти целый корабль. Мы просим Тебя, Господь, чтобы ради Твоих детей в армии никто не пострадал вокруг них. Мы просим Небесный Ответ. Башем Ешуа Машия. Амин.